К сожалению, в последнее время часто возникают резонансные случаи насилия в отношении женщин, детей. Мы считаем, что это абсолютно недопустимо для нашего общества. Мы общество восточное, традиционное изначально. Вы знаете, что в казахской степи, допустим, в истории за вот такие моменты изнасилования вообще это каралось когда-то смертной казнью. Я, конечно, не призываю к тому, чтобы сейчас, может быть, вводить смертную казнь, но, по крайней мере, ужесточить ответственность за подобные преступления, которые недопустимы в нашем обществе казахстанском, это однозначно. Мы народ, который всегда ценил честь, достоинство наших женщин, высшее имущество и, может быть, даже где-то жизни, не зря наши предки говорили, я вот сейчас об этом еще раз повторюсь, жанам армным садахаса. На сегодняшний день не секрет, что в подавляющем большинстве случаев такие преступления где-то остаются безнаказанными, где-то мы видим, что по очень резонансным моментам дают там где-то 2-2,5 года тюремного заключения, и вот часто такие преступления, наверное, остаются безнаказанными, потому что где-то жертвы молчат. И большей частью, к сожалению, мы видим, что их права во время следствия, во время проведения соответствующих мер, они не защищены, им зачастую как бы без помощи психологов профессиональных, без помощи соответствующих адвокатов и тех, кто может защитить их права, вот очень большое давление оказывается во время следствия, к сожалению, и зачастую жертвы где-то вынуждены забрать обратно свое заявление, там, за примирением сторон, там, закрыть это уголовное дело, и получается, что те, кто совершил это преступление, зачастую просто говорят о том, что и думают, что раз это действие осталось безнаказанным, значит, наверное, это можно делать, это можно повторять. Мы часто видим, что даже понесшие наказание преступники, насильники, они через какое-то время выходят с условно-досрочным освобождением, то есть даже не досиживают до конца этот срок, и я считаю, что, конечно, это недопустимо. Во-первых, наверное, нужно в корне изменить данную ситуацию, это отвратительный вид преступления, и мы должны предпринять, наверное, все необходимые действия. Вот как раз-таки очень порадовало то, что и министр внутренних дел об этом высказался, он сказал, что он считает, что это одно из, наверное, таких тяжких преступлений, и, наверное, пришла пора вообще перевести этот вид преступления из категории преступлений средней тяжести, наверное, в тяжкие преступления. И, конечно же, обязательно общество должно консолидироваться по вопросу, наверное, порицания данного вида преступлений. Насильники должны чувствовать себя изгоями, их должны все знать в лицо, и, наверное, родственникам тоже должно быть стыдно за них. Во-вторых, мы должны очень серьезно сломать стереотипы о вопросах наличия, о вопросах, вернее, приличия и позора в отношении фактов насилия, то есть создать понимание того, что молчать и позволять насильнику и дальше насиловать других людей, оставаться безнаказанными, это просто недопустимо. В-третьих, как я уже сказал, ужесточить наказание за факты насилия, мы сейчас тоже в социальных сетях запустили опрос по тому, как ужесточить, насколько ужесточить, и, соответственно, исключить возможность избежания наказания по примирению сторон. Все-таки, наверное, наступил момент, это вот сейчас тоже как предложение к обсуждению во время этого круглого стола, перевести все-таки преступления данного характера из сферы частно-публичного обвинения в сторону публичного обвинения, чтобы завтра они не могли договориться. В-четвертых, нормы, регулирующие все номенклатурные процедуры по подаче заявки, проведению экспертиз и иных следственных мероприятий, наверное, отдельно отрегулировать таким образом, чтобы вообще, во-первых, учитывалась психологическая травма потерпевших, обеспечивалась бесплатная и качественная психологическая помощь, юридическая помощь, обеспечивалась полная конфиденциальность по этому вопросу. Жертвы насилия, на мой взгляд, должны быть обеспечены защитой от давления со стороны родственников и близких насильников. К сожалению, мы видим зачастую, что где-то потом передаются номера телефонов вот этим преступникам и их родственникам, начинают выходить на эту жертву, оказывать давление. В-пятых, мы должны попытаться максимум огородить уязвимые слои населения, женщин, детей, людей пожилого возраста от возможных действий насильников в общественных зонах с высоким риском. Это транспорт среднего и дальнего следования. Я думаю, что КТЖ, наверное, здесь сегодня представители тоже присутствуют, должны принять все необходимые меры для того, чтобы обеспечить безопасность граждан, которые ездят этими поездами. Потому что это абсолютно недопустимо, и дико смотрится то, что не просто какие-то люди изнасиловали, а изнасиловали, допустим, вот в этом случае по Тальго проводники, то есть сотрудники Казахстан-Темыржилы, которые должны обеспечивать безопасность этих людей. В-шестых, рассмотреть возможность, может быть, создания кризисных центров для психологической помощи жертвам насилия. Здесь у нас, вот Мурат Абдуланович очень сейчас хорошо сказал, собрались различные эксперты, активисты общественных организаций, представители государственных органов, религиозных кругов, психологи. Именно в таком составе, я думаю, надо обсуждать эти вопросы, не стесняться обсуждать, и чтобы увидеть проблему с очень разных сторон, суметь продвинуться к комплексному, взвешенному подходу в поиске пути решений. Мы решили вообще провести этот круглый стол для того, чтобы не принимать кулуарно какие-то предложения. Условно говоря, это было бы неправильно, если бы мы 2-3 человека подготовили предложение, и не обсудив это, двинули бы в сторону правительства или фракции и так далее. Поэтому решили мы с разных сторон пригласить все стороны и сегодня обсудить. Результаты обсуждения не только этого, я думаю, должны стать сигналом, на основании которого общество может поставить задачу перед исполнительной и законодательной властями страны.